Добрый день, уважаемые коллеги. Мы продолжаем работу по повышению устойчивости экономики. Вчера подробно обсудили ситуацию на совещании с президентом. Первый антисекционный пакет уже одобрен нашим парламентом. Второй на этой неделе внесен в Государственную Думу. И в него вошли все новые инициативы по поддержке людей, финансовых рынков, отдельных секторов экономики и бизнеса в целом. Среди них освобождение от подоходного налога депозитов граждан, доходов по ним и процентов за использование заемных средств от работодателей, корректировка транспортного налога, меры поддержки строительной отрасли, туризма, гражданской авиации, морского и железнодорожного транспорта, упрощение регистрации иностранных компаний в специальных административных районах и расширение списка продукции, которые можно производить в особых экономических зонах, возобновление механизма специальных инвестиционных контрактов и другие. Эту работу нужно вести и дальше. Недружественные действия Соединенных Штатов Америки и их союзников привели к беспрецедентной ситуации. Практически в утиль отправлены фундаментальные правила международной торговли. Идет откровенное лоббирование коммерческих интересов. Напряжение появляется даже в тех сферах, где никакой политики не должно быть в принципе. Это спорт, культура, наука. Проблемы появляются у наших соотечественных, которые учатся или просто проживают за рубежом. Под давлением своих правительств иностранные собственники российских предприятий принимают решения о приостановке работы в нашей стране. Это несет риски уже и для качества жизни граждан. Хотя позитивным сигналом мы считаем то, что большинство владельцев готовы сохранить рабочие места и выплачивать заработную плату сотрудникам. Сейчас очень важно мониторить ситуацию и своевременно принимать решения, чтобы сгладить влияние таких изменений. У нас есть план антисакционной работы. Его надо не только выполнять, но и, конечно же, постоянно актуализировать в зависимости от развития событий. Нужно оперативно подготовить третий пакет законодательных инициатив, а также целый ряд нормативных актов. По некоторым, кстати, работа уже завершена. Например, утвержден перечень отраслей в сегменте малого и среднего предпринимательства, представители которых смогут рассчитывать на кредитные каникулы. Предприятие, взявшее займ до 1 марта этого года, соответственно, получит возможность договориться об отсрочке платежей на срок до полугода. Она появится у тех, кто работает в сфере сельского хозяйства, туризма, науки, культуры, общественного питания, медицины, разработки программного обеспечения, производства продуктов питания, мебели, одежды, ну и также в целом в торговле. Готовим инициативы, направленные и на поддержку системы образующих предприятий. Разработаны правила предоставления субсидий по кредитам на пополнение оборотных средств. Благодаря этому механизму они получат займы по льготным ставкам 10%. Есть также решения для защиты тех, кто участвует в государственных закупках. Пострадавшие от санкций компании получат право не публиковать список своих контрагентов, чтобы избавить их от лишних рисков. Также заказчики смогут списывать неустойки, пение и штрафы в отношении тех поставщиков, кто не может надлежащим образом выполнить свои обязательства из-за санкций. Коллеги, сегодня посмотрим, какие меры еще будут нужны для того, чтобы поддержать экономику и наших граждан. Продолжение следует...